Всем доброе утро! У нас 9 утра, Сережа на работу ушел, Женя в школу проводила, накормила, у нас закончился хлеб. Вот, решила сейчас испечь. Вот тут ингредиенты очень простые. Мука, дрожжи, вода, масло растительное, вот соль, сахар я уже смешала. Сейчас просеиваю муку. В общем, рецепт очень простой, хлеб делается очень быстро. Но если интересно, у меня есть на канале рецепт, как я готова подробно этот хлеб. Если будет интересно, зайдите, посмотрите. Вот, дрожжи я уже залила водой, видите, они начинают уже работать, покрываются такой шапочкой. В общем, сейчас испеку хлебушек. Потом пойдем с Димой в обед, Женю встретим с Сашкой. Надо будет сделать небольшие покупочки, а то холодильник уже пустой. В общем, все вам сниму, покажу. Наш хлебушек приготовился, вот он уже порежал у меня, немножко остыл уже. Сейчас я вам покажу, как он будет выглядеть в разрезе. Я делаю его либо круглый, либо такой продолговатый, вот как магазинный. Сейчас отрежем кусочек, посмотрим. Вот, смотрите. Хлеб просто замечательный, он такой мягенький, очень-очень вкусный. Действительно, приготовьте, вам понравится. Я этот рецепт уже для себя давно открыла, и вот стараюсь частенько готовить такой хлебушек. Вот, ссылочку я вам оставлю на этот рецепт в описании. Я уже снимала видео, как я уже вам сказала. В общем, приготовить столько в том видео. Я делала круглый хлеб, но хлеб и ингредиенты все те же, как и здесь. Просто там круглая форма, а здесь продолговатая. На вкус это никак не влияет. Вот такой хлебушек у нас получился. Вот здесь я уже составила такой небольшой списочек покупок. Вот сейчас пойдем с Женю встречать, зайдем с ним в магазин. Купим еды. На обед у нас будет сегодня вот такой вкусненький супчик с фрикадельками. Я только что сварила, сейчас уже буду выключать. Сюда я добавила картошку, лук, морковь, перец болгарский, помидоры, зелень, укроп, петрушку, лавровый лист, фарш свиноговяжий. В фарш я добавляла яйцо, манную крупу, соль, перец. Все, вот такой вот вкусный супчик у нас получился. В конце добавила лавровый лист, две штучки. После того, как у нас сварится, я накрою его крышечкой. Полчаса он у нас стоит и можно будет кушать. Девочки, еще раз привет. Скажи всем привет. Привет. Хотела вам показать такую штуку. Это софтбокс. Сделан он своими руками. Для меня его сделала Сережа, когда мы с Димой лежали в больнице на новогодние праздники. Он мне его сделал. Знаю, так как я давно его хотела. Но новый мы себе пока позволить не можем купить. И он мне сделал такой. Мне он очень нравится. Меня он полностью устраивает. Нужен он мне не для влогов. Так как во время влогов я перемещаюсь постоянно. Много движений где-то хожу, что-то показываю. А именно, чтобы поставить его и снимать какие-то рецепты. Так как у меня есть кулинарный канал. И так вот вам я выкладываю видео, показываю с рецептами. И очень удобно, когда я готовлю хотя бы получше освещение. Потому что я включаю весь свет, все равно освещение не очень хорошее. В общем, вот хотелось с вами поделиться. Вот он такой устойчивый. Сейчас я включу розетку. Покажу, как он горит. Но я, по крайней мере, довольна. Хотела бы поделиться с вами своей радостной новостью. Вот так он горит. Ну, мне достаточно, я его вот так направляю на стол. Как бы, мое блюдо освещено, так сказать. У меня он полностью устает. Конечно, со временем мы себе купим нормальный магазин, чтобы вот эта, как сказать, и голова вот так регулировалась, опускалась. Потому что здесь, конечно, мне приходится его постоянно так нагибать, ставить. Чтобы свет полностью падал на то место, которое мне нужно снять. Ну, а так, в принципе, в целом я довольна. А Димка вот у нас в своей кроватке никак не хочет спать ночью, с нами, днем тоже, да? Вот, я вам, по-моему, уже показывала в прошлых видео. Вот у нас есть такой шезлонг. Иди, иди, какой зайчик мой. В общем, я нисколько не пожалела, что мы его приобрели в свое время. Я, когда готовлю на кухне, то есть ставлю его с собой. И он там за меня лежит, я за ним смотрю, он за мной смотрит. Друг за другом мы смотрим, да, зайчик? В общем, вот так где-то что-то покачать надо. Вот так очень удобно. Тут и спинка регулирует у него. Ниже, выше. Ну, в общем, этой вещью я довольна. А кроватку я не знаю. Мы, наверное, все-таки зря купили. Потому что без нас он спать не хочет. Не знаю, может, чуть постарше будет. Будет Женя в одной комнате в той кроватке спать. Не знаю, посмотрим. Сейчас он отказывается. Мне спать ни днем, ни ночью. Ночью я сама как-то особо. Даже, знаете, его не лажу. Мне как быстрее, удобнее. Когда он рядом. Покормила его. Я, как уже все, он спит возле меня. Я слышу, он начинает кряхтеть. Я все быстренько взяла его. Покормила. Говорю, думаю, ты чего, кушать хочешь? Да? Кушать мальчик мой хочет. Ну, в общем, как-то так. Сейчас сколько времени? Время без двадцати час сейчас. Женя мучится до 14-15. Скоро будем уже собираться. Пойдем вас встречать. Потом пойдем в магазин. То, что мы вам купим, я вам покажу. Да? Скоро увидимся. Пока. Да? Всем привет, ребят. Все, мы сейчас пришли из магазина. Встретились с Димой и Женей со школы. Заходили в магазин Дикси. И решили еще зайти в аптеку, купить соску. Женя, покажи, какую соску купили. Такую синенькую. Собачкой. Такую соску мы Диме купили новенькую. Стоила она 197 рублей в аптеке. Так. Еще мы входили в Дикси. Мы купили вот муку такую. Да, 2 килограмма. По бабушкиному рецепту. Зайцы не знаю, что за мука. Первый раз такую берем. Подсолнечное масло золотая семечка. Молоко. О, здравушка. И две стеклянные бутылочки Байкал. Да, вот тут огурчик лежит. Еще один мы взяли. И лук. Женя, давай доставай с пакета. В общем, вот чек я вам покажу в конце видео. Мы сейчас вам цены не будем называть. А то у нас Дима может проснуться. Мы сейчас по-быстрому вам покажем. Мороженько мы купили. Да, вот Женя себе мороженое взял такое. Кит-кат. Женя, доставай. Ок. Так. Сливки первым делом. Сливки на кофе. Ой. Это, походу, мандаринчики у нас. Мандарины. Не знаю, сладкие, не сладкие. Ой, Дима там уже начал. Дима проснулся. Да. Так, дальше мы купили яички. Кокон. Сырки в ее. Да, Женя себе Александров сырки взял. Они тоже по акции. Давай, Женя, быстрее. Там Женя просто начнет. Рис. Рис для плова тоже на него была акция. Так, ветчину. Так, ветчину я взяла. Хочу как-нибудь на днях пирожки приготовить. Слойки с ветчиной и сыром. Так, две пачки пенешек. Вот эти самые вкусные. Нам больше всего нравится. Цезарь маленький. Так, вот. Тесто слоеное. Тесто слоеное. В основном берем вот эту фирму Морозко. Там состав самый хороший, чем у остального. Именно слоеное тесто я сама никогда не делаю. Потому что там с ним очень много влаги. Помидорки, черри. Да, вот черри. Помидорки на салатик. Колбаска мне в нем. Еще взяли кракетку. Колбаску нам очень нравится. Макарошки. Мак. Мак в трубочке. Понимаете, больше всего с подливкой кушать. Прям подливочка туда затекает. Эти баклорожки очень вкусные получаются. сахар белый. Прям тут написано. Это у нас курочка-петелька. Да, это мы сейчас с вами будем готовить ужин. Это бедро безкостное и без кожи. Вот 856 грамм. Чай мой любимый. Бергамот. С бергамотом. Это очень вкусный. Женя, потому что пьет чай только с бергамотом. Черный мне очень нравится. Рыбка. Это я хочу как-нибудь котлеты рыбные сделать. Взяли вот рыбку ментай. Без кожи, мороженый. И картофель. Не клади. Вот так клади сразу под стол. Так, все, да, вроде бы. Мы вообще не убрали. Еще хотели мясо с фаршем брать. Там все прилавки почему-то были пустые. Не знаю. Разобрали все после праздника. Так, в общем, по чеку давайте я вам покажу. Так, ну-ка, давай фокусируй. Что-то не ходит. Так, вот вроде. Вот, смотрите, сколько что стоит. Много это было по акции. В общем, эта покупка у нас вышла на 1901. И плюс 197 рублей соска в аптеке. В общем, такую покупку мы совершили. Сейчас я вам покажу, что я буду готовить. Сейчас Димочку только покормлю. Выспокоим малыша. И будем готовить с вами. Девочки, хочу сейчас приготовить рубленые куриные котлетки. Сейчас мы вот этот жирок весь удалим. Она мне нужна. В общем, мясо. Можете на курицу брать в филе. У меня вот это бедро куриное, которое я вам в закупке показывала. Без кожи, без костей я взяла. Тоже очень сочное у себя, получается нежное. В общем, что нам нужно. Примерно 250 грамм филе, да, куриного. Крахмал, сметана, либо майонез, яйцо, соль, перец, паприка и сушеный чеснок гранулированный. В принципе, все. А так вы можете добавить любимые ваши специи. Сейчас пока отделяем жирок. Теперь нарезаем курицу на такой небольшой кубик, миленький. Добавляем сюда одну ложку сметаны, либо майонез можете. Одну столовую ложку крахмала. У меня картофельный, но в идеале вообще лучше кукурузный прицеп, так положено, идет. Так, одно яйцо. Немножко черного молотого перца. Соль. Так, чесночок гранулированный. Вот так, я думаю, достаточно будет. Полу ложки. И паприка. Все, теперь как следует перемешиваю. Обжаривать мы будем на сухой сковороде без добавления масла. Сейчас одна сторона обжарится, перевернем на другую сторону. Потом добавим немножко водички. С одной стороны поджарились, переворачиваем на другую сторону. Сейчас буквально минутки 3-4 поджарится на среднем огне. И добавим немножко водички, чтобы чуть-чуть наши котлетки протушились. Так, я еще пару котлеток тут доложила. Добавляем немножко на донышке водички. Как наша водичка выкипет, котлетки уже наши будут в это время не готовы. Буквально минутки 3 сейчас они протушатся. Крышкой мы не накрываем. Наши котлетки готовы. Они получаются очень сочные и вкусные. На десерт я хочу приготовить сегодня слоеные яички с сахаром. Вот тесто мое разморозилось. Сто я присыпаю немного мукой. Так, вот здесь еще чуть-чуть. Так, вот такой пласт у нас. Сейчас, наверное, положим по-другому вот так. Так, режем на такие полосочки. Так, а еще я порежу напополам. Получилось у меня 12 штучек. Смазываем, как следит, водичкой сверху. Сверху посыпаем аккуратненько сахаром. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов минут на 15-20, пока наши язычки не подрумянятся. Наши слоеные язычки готовы. Пока они готовились, я приготовила еще овощной салатик из оккурцов и помидоров. Перед подачей я его заправлю маслом и слоевым соусом. Еще, наверное, добавлю туда чесночок. Ну, в общем, вот такой вкуснятина мы сегодня с вами приготовили. И на этой вкусной ноте я буду заканчивать свой влог. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»